Известная журналистка Мариана Саид Шах опубликовала посмертное интервью художественного руководителя Яралаша Бориса Грачевского, который скончался 14 января от коронавируса. Как оказалось, незадолго до смерти знаменитый режиссер впервые назвал имена тех, кто пытался забрать у него детский киножурнал в 90-е годы. Среди них оказался известный предприниматель, который предлагал за Яралаш миллион долларов. Тогда Борис Юрьевич отказался, о чем впоследствии сильно пожалел. Ведь в последние годы жизни его семья столкнулась с серьезными материальными трудностями. Киножурнал был лакомым кусочком. В 80-е и 90-е годы он приносил большую прибыль. Желающих, которые спали и видели, как я продам им Яралаш, было много. Но одни покупатели мне запомнились особенно. Моим Яралашем интересовался хозяин сети медицинских клиник, Мера Мед Валентин Соляников. Сеть эта гремела в 1990-е, сообщил Грачевский. Киножурнал был лакомым кусочком. В 80-е и 90-е годы он приносил большую прибыль. Желающих, которые спали и видели, как я продам им Яралаш, было много. Но одни покупатели мне запомнились особенно. Моим Яралашем интересовался хозяин сети медицинских клиник, Мера Мед Валентин Соляников. Сеть эта гремела в 1990-е, сообщил Грачевский. Как оказалось, предприниматель выдвигал свою кандидатуру на выборах депутатов Московской городской думы, однако за его политической карьерой Борис Юрьевич не следил. Гораздо интереснее, что Соляников с детства был большим поклонником Яралаша и намеревался во что бы то ни стало приобрести киножурнал. Он посылал к Грачевскому многочисленных посредников, которые сулили режиссеру Золотые горы. Однако самого режиссера так возмутило предложение расстаться с любимым детищем, что он послал всех бизнесменов на три буквы. Я даже обиделся на это предложение. От Соляникова ко мне приходил Сергей Еремеев, который в 90-е руководил отрядом «Витязь». Он сейчас живет в Праге. «Меня распирала обида. Даже на таких условиях, за лимон долларов, я отказался расстаться со своим ребеночком», – признавался Грачевский. Режиссер сообщил эту информацию журналистке с единственным условием. Она должна быть опубликована только через месяц после его смерти. Сейчас вопрос о дальнейшей судьбе Яралаша по-прежнему остается открытым. Что будет с детищем Бориса Юрьевича, решают его родственники.